Наталья Викторович, сначала по сегодняшнюю матчу, по содержанию, видимо, два разных тайма получилось. Два разных тайма совершенно. Понятно, что там уже в первом тайме ребята играли неплохо, и там уже и фамилии, и качество игроков, и инцентивность, и кураж какой-то в атаке был. Понятно, что эти ребята новенькие, может быть, не все еще готовы по состоянию, хотя, в общем-то, и Кирилл Панченко, в общем-то, выдержал много, много двигался. Второй тайм, ну, там у нас вышли, тут и молодые вышли, и ребята, которые, может быть, не всегда и в том году выходили, вот, и, наверное, не попали, человека четыре сразу, не попало в игру, прям сразу, все поменялось. Ну, мы не ставили там задачу, сверхзадачу, там надо эту игру выиграть. Посмотреть лишний раз после нагрузки, как ребята выдерживают всю эту ситуацию игровую, что они приобрели за это время, над чем нам еще надо поработать, и что нам надо еще, так сказать, заполучить для вот именно такого же, для крепкой команды. Наверняка еще у нас будут усиления какие-то, варианты есть, вот, на сборах к нам будут подъезжать народ, поэтому, ну, по крайней мере, по первому тайму, где, в принципе-то, наверное, скорее всего, там играли, может, игроки основного состава, и больше тех, кто играл у вас в том году, видно, что, в общем-то, есть из чего строить, есть качество, есть еще возможность, чтобы их как-то наиграть между собой. Потому что все равно ситуация по этим двум играм, ну, тяжело, много новеньких, и состыковать мысль, физику тяжеловато пока еще, вот, но, по крайней мере, многое мы что увидели. В целом, как оцениваете результаты первого ознакомительного сбора? Тяжелый, тяжелый, много игроков просмотрели, вот именно я в видео, много работали, двухразовые работы, вот, под большой нагрузкой, тут еще раз говорю, пришлось все немножко скомпоновать всю нагрузку, не распределять ее так, как это делается в подготовительном периоде на большом этапе, да, там, вот, поэтому все пришлось немножко сжимать, сжимать. Многие еще, ребята, к этой работе не готовы, не готовы, но, по крайней мере, терпели, и это все, в общем, пойдет в пользу в их физическом состоянии. С новичками, которые пока еще не подписали контракт, уже перспектива определена, они поедут на сбор в Молдаве? Да, все поедем, у нас, в принципе, народа здесь 15-17 человек, это для сборов маловато, потому что никак какие-то будут травмы небольшие, народ туда подъедет, будем смотреть, дальше уже после, я думаю, что за неделю мы уже определимся где-то и по составу, и с тем, кто подойдет, не подойдет, то есть мы тут немножко по прямолинейной будем работать, уже тут скрывать нечего, тут, так сказать, поголовки гладить нет, не подходишь, им слабее, значит, ну, будут играть другие люди. Анатолий Викторович, команда первого числа уезжает на сборы, уже буквально перед стартом чемпионата, определились с планами, с количеством контрольных матчей? Да, там будет две игры, и спасибо Сибири, что пошли на встречу, приехали к нам на две игры, в общем-то, дали нам хорошее сопротивление, они посмотрели, они посмотрели свое состояние, мы увидели там своих игроков, вот именно, ну, такое небольшое, но дерби все равно, оно присутствует, Ребята хоть и друзья, хотя и друзья, но, в общем, все равно так чувствовалось, с хорошим настроем, с хорошими эмоциями, ну, может быть, в первой игре там пару грубостей было, а так, в общем-то, в принципе, достойно провелась игра, и в то же время никто не хотел уступать, как говорят, вот. На сборах будет две игры, у нас будет Шериф и Зимбру, две серьезные команды, вот, в принципе, на что мы рассчитываем, что посмотреть. Вы сегодня тоже проявляли достаточно много эмоций, та немногочисленная публика, что присутствовала на контрольной игре, обратила внимание, что вы высказывали игрокам у бровки достаточно большое количество замечаний. Это ваша особенность тренерская, или, может быть, стоило это сделать в раздевалке? Я могу и так, и так, это тренер разные, поэтому все равно это в какой-то степени театр, что там говорить, где-то надо и судью немножко поддернуть, где-то игроков надо чуть-чуть подтянуть, да, их, где-то моральный дух надо поднять, если я вижу, что, так сказать. Может быть, я не ругаю агрессивно, когда технический какой-то момент неправильно сыграл, но если мысль нормальная, тут говорить не о чем, много-мало буду выходить, я могу по-разному. Когда человек сидит, тоже молчит, наверное, тоже это не всегда хорошо. Если исполнители достаточно квалифицированы, я могу сесть и ничего не говоря, да, проводить игру, а когда надо. И сейчас, тем более, во время подготовки, где идут, в общем-то, какие-то моменты игровые или групповые действия, где надо, так сказать, пограмотнее и правильно сыграть, тут надо подсказать именно в этот момент, чтобы он его не забыл. Потом мы еще это дело добавим через просмотр, нет, через просмотр и потом уже через тренировочный процесс. Жене Башкирову сегодня досталось не от вас, а что-то по ногам. Вот есть опасения в таких вот проверочных товарищеских камешках? Они должны быть к этому готовы, и жалеть себя не надо, поэтому Женя, может быть, и получает, что он тоже чересчур подвижен, энергичен. Вот, это ничего страшного. Значит, она надо выбирать другой вид спорта. Спасибо. По другому новичку, Живко, Миланов, какое впечатление? Вы про Панченко говорили несколько слов? Ну, сейчас я конкретно говорить по какому-то. Ребята, в общем-то, единственное, могу сказать, что квалифицированные. Что Комков, что Панченко, что Миланов. Хорошие ребята. Это Сидоренко, может быть, первая игра, и он чуть-чуть себя передавил, но видно, что, в общем, есть скорость. Надо чуть-чуть его, может быть, заставить после отбора сыграть через пас и освободиться от мяча, вот, а не отобрать и куда-то с ним бежать. Вот этот момент. А так, пока то, что у нас появилось, я думаю, что они не слабее этих ребят, которые были. Явно, явно не слабее. Хорошо, что никто не выиграл. Все довольны. Ничья. В гостях ничья неплохо. Мы хорошо поработали. Мы тоже на сборах. Хороший перерыв для ребят. Мы с 6 июля на сборах очень долго. И хороший перерыв, что мы приехали в Томск и сыграли с хорошими соперниками. На сколько процентов обновится ваша команда по сравнению с прошлым годом? Ну, я думаю, у нас 6-7 новых игроков. Я не знаю, сколько будет в первом составе, но у всех игроков, которые пришли, есть какие качества, знаешь, но они не комплектные игроки. Как бы были комплектные игроки, я бы думаю, в высшей лиге играли, но неплохое качество есть. У нас есть хороший материал, чтобы с ними работать и чтобы они двигались вперед. Дарюш, вот несмотря на ничейный результат, вот все-таки даже несмотря на подготовительный период, разница в классе между командой Primчерлиги теперь уже и клубом ФНЛ, она чувствуется на поле? По игровой мысли, движению, технике? Я думаю, что в первом тайме, я согласен, я увидел немножко разницы, но во втором тайме я не видел разницы. Моментами моя команда показала, что у них тоже хорошее качество. Нам хорошо знаком Илья Гультяев. Илья Гультяев играл за Томи. Как его шансы закрепиться в Сибири? Мне нужно вас спросить, как вы думаете? Нужно с ним подписать или нет? Как он играл в Томске? Сильный. Сильный, хороший. Да, видно было сегодня, я никогда о игроках не говорил, но можно было посмотреть быстро, что он не готовится, чтобы играть. Но есть какие качества, он не тренировал с командой, сам один тренировал. Очень сложно приготовить, но я думаю, мне нужно 10-15, ну, 2 недели, чтобы его подготовить. А качество есть, опыт тоже, он еще молодой и тоже может идти вперед. Ну, посмотрим, мы еще не решили, но я думаю, хороший игрок. Томаш выходил, тоже играл когда-то за Томи. Сегодня не было, хотя на первой игре он был. У Томаш, не, Томаш имеет свой возраст, да, и ему нужно иногда отдыхать, как другие игры. И сегодня я решил, что лучше для Томаша будет он в хорошем настроении, в хорошей форме, и я решил, что лучше для него будет отдыхать сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!